Ракушки и доллары обладают ценностью только в нашем общем воображении. Ювель Ной Харери. Как звучит старое клише, история создается людьми. Но я верю в то, что многие уже поняли, что они находятся на переломном моменте нашей истории. Ключевую роль в этом сыграли небольшие группы людей. Как говорится в книге, в будущем в мире будут преобладать три основных типа людей. Супертехнологи, суперлюди и бесполезная масса. На первый взгляд это звучит ужасно, но немного подумав, это вполне может оказаться правдой. Вы террористы? Но из вас делают террористов. Центральный банк Японии террорист. Биткоин обладает силой подорвать все, что они делают с людьми в мире. На данный момент стоимость биткоина превысила 960 долларов. Никто не может подвергнуть его цензуре, никто не может его захватить, никто не может остановить его. Вы настолько сильно верите в виртуальную валюту? Биткоин беспокоит меня, поскольку он показывает, насколько просто все может быть. Биткоин первый и самый старый, это быстрее и дешевле. Еще не поздно купить биткоин. Никто не контролирует биткоин, тут не на кого подавать в суд. Я думаю, что биткоин это зерно гиков в интернет-революции. Это самый опасный проект с открытым исходным кодом. Это может полностью подорвать традиционную финансовую отрасль. Это инвестиции, которые лучше, чем золото. Это технология, культура, а также вера. Это действительно потрясающий технологический процесс в сравнении с любой системой, которая была у нас в прошлом. Мы используем биткоин почти каждый день. Я думаю, появление биткоина можно проследить до самого начала зарождения криптовалюты. Это значит, что тогда они создали валюту, которая была не под контрольно централизованной власти. Эта идея, возможно, возникла еще в 80-х годах. Биткоин придерживается очень консервативной денежно-кредитной политики, основанной на искусственном дефиците, вместо того, чтобы следовать золотой и монетарной политике в современной экономике. Я думаю, что это возрождение некоторых традиционных древних идей через призму интернет-технологий. В последние несколько дней многие американцы почувствовали беспокойство относительно своих финансов и своего будущего. Глобальный экономический кризис сильно ударил по некоторым странам. Еще в марте экономика Кипра подобралась к критической отметке. Банки закрылись на две недели, для того, чтобы не допустить ситуации, когда все встревоженные вкладчики запросят назад свои деньги. Но в последние несколько месяцев, пока экономика падает, новая валюта начала расти. Биткоин. Общее количество биткоинов ограничено, и это децентрализованная цифровая валюта. В мае 2011 года это распространилось как вирус по всему миру, включая Китай. Биткоин – глобальный актив. Может быть выпущена ограниченная сумма. Он похож на золото, но он более портативный и удобный для деления. Биткоин – электронная денежная система одноранговой сети. В самом начале я искал информацию про биткоин на Байду, и я ничего не понял. Каждый биткоин представляет собой длинную уникальную строку цифр, которая хранится на вашем компьютере или на вашем телефоне в файле, называемом цифровым кошельком. Децентрализация делает невозможным выпуск какой-то одной отдельной организации. Биткоин – это идеал для либерала. Есть один важный вопрос, который был загадкой в течение многих лет. Кто создал биткоин? Биткоин начинался с бумаги под названием «Биткоин – электронная денежная система одноранговой сети» в октябре 2008 года, написанный неким Сатоши Накамото. Затем он выпустил программное обеспечение. На одном малопосещаемом форуме для криптографов появился документ, в котором предлагалась совершенно новая денежная система. Автор-провидец называл себя Сатоши Накамото. Newsweek утверждает, что они нашли Сатоши Накамото, человек, которого они преследовали позже, отрицал, что он тот, кто стоит за созданием биткоина. «Я не имею никакого отношения к биткоину. Я никогда не работал на эту компанию. Я не знаю никого из этих людей. У меня никогда не было контракта или чего-то в этом роде. Я даже не знал о таком продукте». Теперь австралийский бизнесмен Крейг Райт рассказал, что он является создателем биткоина, и он утверждает, что имеет некоторую поддержку. Но это зависит от того, кого вы спрашиваете. «Так ты докажешь мне, что Сатоши Накамото — это ты?» Да. Мы не уверены в том, кем является Сатоши Накамото. Сколько людей, столько и мнения о том, кто такой Сатоши Накамото. Я думаю, Сатоши Накамото должен быть очень интересным человеком. Он что-то написал в своих первых комментариях, будучи саркастически настроенным к Банку Англии и политики количественного смягчения. Что-то в духе «продолжайте печатать больше денег». В любом случае, иронично. Но странно, что никто не знает, кто такой этот Накамото на самом деле. Все, что нам известно на данный момент, это то, что теория и компьютерный код, похоже, работают. Поэтому вся система биткоинов больше похожа на социальный эксперимент, финансовый эксперимент или даже монетарный эксперимент. Кто такой Сатоши Накамото? Никто не знает, кто он такой на самом деле. И все, что мы знаем, это то, что он скрылся после открытия биткоина широкой публике, оставив много тайн о биткоине. В самом начале даже его выступления были очень загадочными. Он продолжал использовать тор-браузер, который не отслеживается. В письмах, которые он писал, он постоянно варьировал между британским и американским английским. Казалось, он может быть в разных часовых поясах одновременно. Возможно, он уже планировал свое исчезновение. Насколько я помню, одним из ярких моментов было то, что Викиликс начал принимать пожертвования в биткоинах. Он не думал, что это хорошая идея, поэтому исчез. Я думаю, что он просто ушел в отставку после того, как достиг успеха. Он уже создал систему, и он мог оставить ее другим. В моем представлении это символ духа гиков. Ему не нужен был основатель, который препятствовал бы процессу децентрализации. Только когда он стер себя, он смог заставить биткоин достичь полной децентрализации. Он невероятно крутой парень. Он зарядил нечто потрясающее и затем решил уйти в тень. Такой поступок невозможен для обычного человека. Он даже не прикоснулся к первому миллиону биткоинов. Независимо от цены в несколько долларов, сотен или даже тысяч, он не кажется нереальным человеком. Когда кто-то полностью посвящает себя подобной инновации, он должен разбираться в криптографии, а также в программировании. Также ему необходимо глубокое понимание политики, экономики и теории игр. В то же время, я думаю, что его достижения могли принести ему больше счастья, чем его личное желание. В первые один или два года никого не интересовал биткоин, однако некоторым гикам он очень понравился. В то время они просто дарили друг другу биткоины. 21 мая 2010 года один программист обменял 10 тысяч биткоинов на пиццу от своего друга. Теперь 22 мая отмещается как Bitcoin Pizza Day. На самом деле праздновать нужно 18 мая. Кто-то в тот день запостил на Bitcoin Talk предложение продать что-нибудь за 10 тысяч биткоинов. Затем он получил ваучер на пиццу за 10 тысяч биткоинов. Возможно, это была первая в истории транзакция, использующая биткоины в качестве наличных денег. Вообще-то биткоин в тот момент и получил свою цену, а теперь 10 тысяч биткоинов стоят миллионы долларов. После этого начали образовываться небольшие биржи. В 2010 году один японский биткоин-обменник MT Gox начал устанавливать цену на биткоины, но в то время она была очень низкой, может быть несколько центов за биткоин. С появлением бирж цена постепенно становилась все выше и выше. После того как образовались биржи, цена на биткоин начала устанавливаться и уравновешиваться рынком. Кто-то хотел купить его по одной цене, а кто-то другой хотел продать его по другой цене. Затем ставка купли и продажи начала сходиться. Когда я узнал об этом в 2011 году, он стоил 5 американских долларов, а уже через несколько дней он взлетел с 5 до 30. Сначала я очень сомневался в биткоине, в то время я не понимал его. Я думал, что это похоже на то, что вы хотите купить биткоин за 10 долларов, а другой покупатель готов заплатить 100 долларов, то он будет стоить 100 долларов. Но постепенно я познакомился с механикой, кодом и остальными связанными с ним вещами. И это начало все больше и больше увлекать меня, потому что технология оказалась невероятно замечательной. Он основан на криптологии, и конечно же криптология основана на математике. Мы можем сомневаться в чем угодно, но математика... Математика является основой тех знаний, которые мы создали. И если это не так, то рухнет не только биткоин, но и многие другие важные вещи в нашей жизни. Есть два способа получить биткоины. Первый — это купить его за другие валюты, а второй — сделать его в онлайне. Нетрудно понять первый метод, но как сделать биткоины онлайн? Кто-то сравнивает это с добычей полезных ископаемых, когда вы запускаете специальную программу на ваших компьютерах, чтобы заработать биткоины. Не выпущенные людьми, биткоины выдаются, исходя из вычислительной мощности. Таким образом, любой может присоединиться к процессу добычи. Биткоин — это общедоступная распределенная бухгалтерская книга. Она публична, и в нее нельзя внести исправление. И вам придется приложить массу усилий, если вы решите обновить информацию в ней. Майнинг — вот чем вам придется заплатить. Майнерам нужно найти некоторое число, значение хэша, и это требует много вычислительной мощности. В то же время вы имеете право искать только методом подбора. Например, каждый может бросить игральные кости. А что если у нас есть кости с огромным количеством граней, множеством исходов? Когда грани мало, вы быстрее получаете свои биткоины. Но периодически количество граней увеличивается. Это означает, что вам потребуется больше времени на броски кости. Но в то же время, чем больше вы бросаете, тем больше у вас шансов получить биткоины. Как только вы найдете такое число, вы сможете добавить еще несколько записей в нашу бухгалтерскую книгу. И раз майнер должен затрачивать много времени и энергии на нахождение нужного числа, то он не будет этим заниматься, если не получит вознаграждение. Поэтому майнер может получить вознаграждение в виде биткоинов. Эта награда появляется из ниоткуда, когда биткоин только появился, ни у кого их не было. Только при майнинге могут генерироваться новые биткоины. Это и есть механизм эмиссии. Первый найденный блок был награжден 50 биткоинами. Примерно каждые 4 года награда уменьшается вдвое. На данный момент она уже сократилась до 12,5. Это означает, что произошло уже два процесса сокращения. В 2140 году не будет никаких блокчейн вознаграждений. Поэтому мы говорим о том, что количество биткоинов ограничено. После легкого подсчета мы можем сказать, что их число составляет 21 миллион. Я не разбираюсь в финансах, так же как и в компьютерах. Я только немного знал об основах его технологии. Я не понимал, насколько это революционно. В то же время, единственное, что я знал, это то, что я использовал колебания его цен для получения прибыли. Цена биткоина выросла с 15 баксов в начале 2013 года до 266 долларов в начале этого месяца. Это какое-то безумие. Я заработал свою первую бочку золота благодаря биткоинам. В то время я не мог поверить, как легко зарабатывались деньги. Насколько я знаю, во время этой волны было привлечено много новых людей. Биткоин – идеальный инструмент для инвестиций. Он имеет высокую ценность сам по себе. Впереди его ждет светлое будущее. И в то же время он очень противоречивый. Все эти качества сильно влияют на его цену. Кроме того, по своей природе биткоинами можно торговать круглосуточно. Нет никаких ограничений и лимитов. Вот почему он привлекает так много спекулянтов. Есть бонусный период в начале зарождения любой отрасли. Необоснованные спекуляции – это просто человеческая природа. Некоторые люди говорили, что вы, ребята, просто банда. Такое замечательное изобретение было смешано с грязью благодаря вам, парня. Честно говоря, хоть меня и не особо волнуют такие выкрики, все равно мне это тоже не нравилось. Их потребности толкали всю индустрию вперед. Ведь этим спекулянтам им нужны платформы для торговли. Таким образом, они помогают обмену, выживанию и росту биткоина. Это те, кто продолжает двигать всю биткоин-индустрию. В условиях глобализации на биржевом валютном рынке вы заметите, что более 99% транзакций совершаются спекулянтами с целью влияния на курсы валют. Это нормально на валютном рынке. Я думаю, в этом мире слишком много умных людей, но они умны в разных направлениях. Как и Сатоши Накамото, независимо от того, человек это или команда, это действительно нуждалось в большом интеллекте для запуска такого новаторского изобретения. Кто-то даже предполагал, что Сатоши Накамото, возможно, прибыл из будущего. Кроме того, существуют некоторые другие умные парни, которые хороши в ином. Они не умеют ничего изобретать или создавать, но они могли использовать уже готовые идеи, чтобы сделать нечто действительно хитроумное. Прокуроры официально обвинили двух биткоин-предпринимателей, которые, используя виртуальную валюту, отмыли 1 миллион долларов от продажи наркотиков и торговли людьми на площадке Silk Road. Подростки и другие, кто хвастался покупкой тяжелых наркотиков, теперь видят уведомления от Федеральной резервной системы о том, что домен был конфискован. Но в начале этого года мы обнаружили, что этот сайт снова позволяет людям продавать наркотики. Транзакции не отслеживаются, поэтому если преступники используют его для отмывания денег, то будет очень сложно для нашего отдела мониторинга или полиции найти того, кто торгует этими биткоинами и где эти биткоины хранятся. Биткоин анонимный и децентрализованный, а это является преимуществом на черном рынке. Действующие законы к нему неприменимы, так что это несет большие проблемы. Он работает в 118 странах, и у него более 200 миллионов пользователей. Если каждый будет использовать биткоин, то это будет легко и безопасно. Это означает, что если вы предоставите один биткоин, через 30 дней вы получите 1,3 биткоина. Система свяжет вас с другим пользователем, чтобы дать вам 1,3 биткоина. Несмотря на то, что преступники используют это, чтобы присваивать деньги, не обязательно связывать это с биткоином. Биткоин нейтрален, точно так же, как нож. Вы можете использовать его для нарезки овощей, а преступники могут использовать его, чтобы убивать. Один биткоин в настоящий момент стоит 315 фунтов, оказавшись в своей нижней точке в сравнении с декабрьскими 700 фунтами. Вы покупаете биткоин через онлайн-обменник, один из крупнейших, MT GOX. Он неожиданно закрылся сегодня, удерживая у себя сотни миллионов фунтов и спровоцировав резкое падение стоимости валюты. Полиция также расследует его возможное участие в исчезновении в 2014 году около 390 миллионов долларов в биткоинах согласно текущему курсу. Что-то невнятное поясняет генеральный директор MT GOX. Биткоин-мир полон кризиса доверия. MT GOX был типичным скандалом. Самый большой биткоин-обменник того времени, и пользователи не смогли снять свои деньги, а также не смогли вывести биткоины. В конце концов, никто не мог войти в систему. Затем всплывающее окно сообщало пользователям, сколько активов у них было в обменнике. Все. Это было очень забавно. Это был огромный скандал. Когда обменник начал работать, люди решили, что проблемы были связаны с конкуренцией. Плюс вмешалось правительство. Люди думали, что риск исходит и от него. После MT GOX люди поняли, что возможны также и технические риски. Что касается обменников, то очень важно то, как они подходят к рискам. Как только что-то пойдет не так, огромная сумма активов пользователей действительно может оказать на вас большое давление. 5 декабря Центральный банк и четыре других министерства выпустили уведомления о рисках, связанных с биткоинами. Пять министерств, включая Народный банк Китая и Министерство промышленности и информационных технологий, объявили о совместном заявлении, заключив, что биткоин нельзя использовать в качестве легальной валюты на рынке. Но онлайн, как виртуальный товар, люди могут свободно покупать его и продавать. В это время цена биткоина была очень высокой. Инвестировать было очень рискованно. С точки зрения правительства, они опасались того, что может произойти крупный финансовый кризис. Например, цена поднялась с 8 тысяч до 80 тысяч юаней, а в Китае 10 миллионов инвесторов. Затем она падает до 800 юаней, и 10 миллионов инвесторов потеряют 10 миллиардов юаней. Таким образом, больше ограничений правительством вышло для того, чтобы немного охладить популярность биткоинов, чтобы люди понимали, что такое биткоин, и осознавали масштабы его влияния. В то время биткоин был совершенно новой вещью для Народного банка Китая и его руководителей. Поэтому Центральный банк не знал, как его регулировать. Но в качестве регулятора его обязанностью было контролировать риски. Затем Центральный банк дал первое ответственное уведомление по информированию граждан о рисках. Из-за напоминания о чрезмерной осторожности интерес к биткоину сильно угас. Когда Центральный банк запретил платежи от третьих лиц на биткоин-биржах, торговля биткоинами упала. Менее чем через месяц рынок перешел с позитивной на негативный тенденцию. В то время даже мы знали об этом уведомлении, но тем не менее мы считали, что его влияние будет ограничено только рынком Китая. Биткоин это глобальная вещь, и это не сильно на него повлияет. У меня есть друг, он купил модный автомобиль на деньги, который он заработал на биткоинах. Затем машина ему надоела, и он продал ее и снова обменял все деньги на биткоины, рассчитывая заработать еще больше, чтобы купить машину получше. Но менее чем через неделю он потерял половину своего богатства. Мы убедили его остановиться. Он не слушал, он думал, что цена повысится. Но... Многие спекулянты много потеряли. Те, кто следил за рынком или намеревался купить, наконец отказались от этой мысли и просто ушли. В Китае рынок биткоинов был очень мрачным на протяжении долгого времени. В то время цена за биткоин составляла около 2000 юаней. Затем она выросла до более чем 4000. Затем она резко упала. До конца 2015 года цена держалась на уровне 900 юаней за биткоин. В конце 2014 года биткоин проявлял медвежьи повадки и коснулся дна. В то время поток наличных денег стал сокращаться. Весь процесс оставил глубокое впечатление на нашей команде управленцев. Мы не имели ни психологической, ни материальной поддержки. Перспектива всей отрасли была очень неясной. В то время у меня были сомнения, но оглядываясь назад на мои инициативы, из-за которых мы отказались от наших хорошо оплачиваемых должностей, чтобы начать это. И в тот момент мы должны были отказаться от возможности изменить мир. Но мы решили остаться. В 2016 году биткоин начал восстанавливаться. На то было много сложных причин. Одной из причин было изменение ситуации во многих странах. Казалось, это не имеет ничего общего с биткоинами, но мы не можем отрицать того, что когда люди теряют уверенность в своих правительствах и их правовой валюте, биткоин может быть лучшим способом избежать рисков. Это происходило в течение последнего месяца или около того, и затем второй. Вот мы здесь, вот диаграмма, посмотрите на это. Это происходит уже почти год. И если вы действительно работаете с юанем, с тем, что делает биткоин, а он обладает тенденцией смещать голову на неделю или две, то вы сможете себе представить то, где он окажется в будущем. Сейчас биткоин вернулся. Его восстановление может способствовать росту смежных отраслей. Одной из самых показательных является отрасль по майнингу биткоинов. Чтобы быть более конкретным, китайская отрасль по майнингу биткоинов. Начинающие биткоин-энтузиасты думают очень поверхностно. Биткоин — это золотой рудник. Если я хочу участвовать, то я начну майнить. Но на самом деле вам будет известно, что процесс майнинга очень непростой, поскольку это очень шумно, и он будет требовать много электроэнергии. Когда Сатоши Накамото впервые изобрел биткоины, он сказал «один процессор — один голос». Сначала люди использовали центральный процессор для майнинга. Затем к майнингу был привлечен графический процессор. Добыча биткоинов могла положить тысячи вычислительных единиц видеокарт в спонтанное использование. Он более эффективен, чем процессор. Затем графические процессоры были популяризированы. Но люди обнаружили, что видеокарты требуют слишком много электроэнергии. Одно из решений этой проблемы — это обратить внимание на программируемые процессоры. PPVM очень энергосберегающий, но стоимость его производства огромная. В конце концов, решением, балансируя между затратами на производство и электроэнергией, оказалась профессиональная микросхема для майнинга — это четыре этапа технологии добычи. Это был некто по имени Фрайткэт. Он что-то вроде легенды. Он начал краудфаундинг и объявил о том, что он может сделать прибор. Если люди дадут ему деньги, он сможет сделать его. Затем он мог раздать бонусы донатерам в соответствии с долей их пожертвований. И, наконец, он сделал это и использовал свой прибор для добычи биткоинов. Те, кто пожертвовал, получили огромные прибыли, потому что машины для майнинга в то время обладали огромными вычислительными мощностями. После успехов Фрайткэта он начал осознавать угрозу от новых заводов по производству оборудования для майнинга. Конкуренция в отрасли ASIC очень жесткая. Здесь не будет слишком много игроков в каждой отдельной области. Монополия будет формироваться постепенно. Эти новые фабрики росли. Если Фрайткэт не справится должным образом, он быстро потеряет свое преимущество. В 2014 году Фрайткэт задержал выпуск своих чипов. Поэтому, когда он запустил свое оборудование для майнинга, продавать его было уже непросто. Когда я работал в его отделе продаж, ситуация была далекой от идеала. Каждая секунда считается в майнинге биткоинов. Когда он опоздал со своими майнерами, он потерял преимущество. Что он сделал потом? Он пропал без вести в начале 2015 года. Его исчезновение по-прежнему остается неразгаданной тайной в этом деле. Во время моего разговора с Фрайткэт, он сказал мне, что чип ASIC может использоваться в майнинге. Он привел меня в эту отрасль. Не могли бы вы рассказать нам истинную причину этого отказа от биткоинов. Я не хочу об этом говорить. Просто есть некоторые причины, существующие внутри этой команды. Большего я сказать не могу. Единственный выбор, который я получил, это открыть другую компанию. Чип легко сделать, но сложно улучшить. Функционал был очень простым. Но нам нужно было проводить больше исследований и экспериментов, чтобы улучшить его. Еще есть место для улучшения и оптимизации. Биткоин базируется на принципе «время-деньги». Мы должны выпустить наш новейший продукт на рынок. Китайцы очень трудолюбивы, и это большое преимущество. Промышленность Китая очень зрелая. Это преимущество. Например, если вы уже закончили структуру оборудования для майнинга, вам нужно лишь обратиться в Дунгуань для производства. Они могут произвести его максимально быстро, чего не встретишь за границей. Когда вы все настроили, заграничные инженеры сначала долго будут все рассчитывать, и только после этого за работу возьмутся рабочие, а к тому моменту, возможно, уже пройдет несколько месяцев. Сколько машин работает на этой майнинговой ферме? Всего около 21 тысячи машин. И потребляемая мощность — более 20 тысяч киловатт-часов. Более 20 тысяч киловатт-часов в фабрике расширяются. В глобальном распределении майнеров безоговорочно китайцы занимают первое место. Согласно нашим расчетам, Китай удерживает около 30% мирового хешрейта. Почему Китай является номером один? Прежде всего, производство оборудования уже находится в Китае. Это означает, что клиентам очень легко его купить. В Китае их не придется далеко транспортировать. Им не нужно платить таможенные пошлины или что-то еще. У некоторых клиентов из России или даже Южной Америки, Венесуэлы, Бразилии, Турции у них много трудностей. В майнинге все равноправны. Это означает, что если вы хотите добыть биткоины, то вы просто начинаете это делать. Это свободный рынок. В этом могут участвовать все. Никто не должен погибнуть, но тем не менее это дикий мир. Каждый может обладать хешрейтом. Все зависит от инвестиций. Мое мнение состоит в том, что хешрейт в Китае... Почему он такой высокий в Китае? Потому что в Китае больше инвестиций. Это в крови китайцев. Это то, что им нравится. И я не имею в виду азартные игры. Я бы сказал, что им нравится инвестировать. Если вы делаете это в одиночку, наши майнеры стоят всего 10 тысяч юаней каждый. Но в наши дни добыча выходит на очень профессиональный уровень. Если вы потратите 10 тысяч юаней на добычу дома, то это не будет разумной инвестицией. Вы не сможете сделать это в одиночку. Вам нужно сотрудничать с другими. У каждого есть свобода участвовать в вычислениях. У меня есть 100 устройств, и у вас есть только одно. Как вы можете конкурировать со мной? Но если вы найдете тысячу человек с одинаковой вычислительной мощностью, и вы будете работать вместе, чтобы конкурировать со мной, когда вы выиграете, вы разделите бонус в соответствии с вкладом каждого. Это концепция майнингового пула. Технически говоря, майнинговый пул решает проблему обмена данными с биткоин-сетью во время процесса добычи, а также это сервис, объединяющий ресурсы этих устройств вместе. Если вычислительная мощность майнера пропорционально мала, скажем, на то, чтобы смайнить один блок, у него уйдет месяц, то его доход будет очень нестабильным. Через майнинговые пулы каждый день будут добываться новые биткоины. Поэтому доход может быть стабильным. Это много значит для майнеров. Новая технология под названием blockchain очень популярна во всем мире. Некоторые специалисты говорят, что в ближайшем будущем эта технология возымеет огромное влияние на финансовую отрасль и многое другое. Как возникла эта концепция блокчейн? Вначале мы не различали термины биткоин и технология биткоинов. Но 2014 год был трудным для биткоина из-за политики. Общество начало думать, верно ли различать эти два слова. Оба их нельзя назвать биткоин. Это может вызвать путаницу. Следовательно, блокчейном называется технология биткоинов. Мы все знаем историю про слепых людей и слона. Разные люди пытаются описать блокчейн с разных точек зрения. Самое классическое определение может заключаться в том, что блокчейн это распределенная бухгалтерская книга. Это нечто большее, чем просто книга. Блокчейн на самом деле просто возвысил технологию биткоина. Но если вместо данных о транзакциях в этой книге, мы используем другую информацию. Мы сможем использовать эту технологию для многих вещей. Например, я могу записать туда медицинскую информацию или какой-нибудь корпоративный трансфер, кредиты и платежи. Он может использоваться в умном контракте, в электронном нотариате, в хранении данных, торговле акциями и даже регистрации прав собственности. Но до сих пор, честно говоря, технология блокчейн все еще находится на стадии теоретического исследования. Немногие из созданных приложений были введены в практическое пользование в нашей повседневной жизни. Блокчейн уже оказал свое влияние. Более 50 финансовых организаций по всему миру были вовлечены в R3 Blockchain Alliance. Эксперты говорят, что блокчейн может помочь защитить финансовую безопасность и даже может полностью изменить всю существующую банковскую систему. Когда люди удивляются тому изменению бизнеса, которое привнес интернет, новая технология, называемая блокчейн, попадает в наше поле зрения. Это приводит нас к... Люди говорят, что Китай полон подделок, но на самом деле это происходит во всем мире, потому что все мы люди. После успеха биткоина многочисленные криптовалюты начали процветать во всем мире. Сначала китайцы называли их дерьмокоины. Позже они посчитали, что это название может показаться чересчур негативным. Возможно, они проигнорировали вероятность того, что альтернативы могут быть даже лучше, поэтому они придумали им название – альткоин. Сначала я полагал, что только биткоин имеет ценность, а все другие бесполезны, поскольку биткоин уже обладает теми же функциями. Позже я постепенно понял, что все возможно не так просто, как кажется. На альткоины тоже есть спрос, и их ценность также признана некоторыми людьми. В мире есть тысячи видов альткоинов, но я не думаю, что они все подражатели. Некоторые из них действительно обладали инновациями. Некоторые альткоины, такие как Лайткоин или Дугикоин, обладают аналогичным алгоритмом или концепцией, такой же, как у биткоина. Но это не означает, что Рипл или Этериум не обладают оригинальной концепцией. Этериум – это компьютер с планетарным весом, оснащенный технологией блокчейн. Он специально разработан для людей, которые строят различные децентрализованные приложения или DApp. Этериум называют биткоином версии 2.0. Говорят, что он оснащен более безопасной и усовершенствованной блокчейн-технологией. Цена на него иногда росла даже быстрее, чем цена биткоина. В этом году, наряду с растущей тенденцией биткоина, 1 января стоимость Этериум увеличилась с 8 долларов до 190 долларов США 24 мая. Будут ли все эти виды альткоинов конкурентами или даже угрозой биткоину? Пока неизвестно. По крайней мере, эти альткоины привлекли много инвесторов и практиков. По сравнению с альткоинами, биткоин выигрывает на старте. Он более влиятельный, чем другие, как в средствах массовой информации, так и в обществе. Несмотря на то, что доля биткоина на криптовалютном рынке снизилась с 90 до 80%, а теперь он занимает около 60%, тем не менее, он сохранит свое преимущество в течение еще долгого времени. Вскоре люди в мире биткоинов были вовлечены в жаркую дискуссию. Две противоположные стороны, называемые Core и BU, некоторые говорили, что этот спор погубит биткоин. Самый большой спор – это спор о масштабировании биткоина. Споры длятся уже 4 года. Десятиминутный блок – это значит, что все новые транзакции за 10 минут должны быть упакованы в блок. Блоки в цепочке ограничены размером в 1 мегабайт, и многие транзакции не успевают упаковываться в блоки. Например, когда я что-то у вас покупаю, я даю вам деньги, но вы говорите, что у вас еще нет оплаты, и мы должны ждать 30 минут, чтобы завершить транзакцию. Фактически спор о масштабируемости касается направления. В каком направлении следует развивать биткоин? Люди, которые согласны с блокчейн Unlimited, собственно, придерживаются первоначального определения биткоинов, предложенного Сатоши Накамото. Это направление отвечает его ожиданиям. Люди, которые придерживаются идеи Core, думают, что биткоин – это клиринговая система или система хранения ценностей. Они не считают, что транзакции являются основой биткоинов. Это основная причина спора. Если общество не может принять разные мнения, являются они логичными, разумными или нет, до тех пор, пока ваши мнения отличаются, они затыкают вас. Тогда это очень централизованная концепция. Теперь, если вы не согласны с командой Core, они затыкают вас. Основная команда состоит из преемников Сатоши Накамото. Они поддерживали и модернизировали систему биткоинов даже после исчезновения Сатоши. Вы можете называть их опекунами биткоина, и они обладают самой сильной техподдержкой. Но команда BayU – тоже большая заинтересованная группа в мире биткоин. Конечно, формулировка «заинтересованная» группа в данном случае нейтральна. Они не разработчики биткоина. Их технология не может дополняться командой Core. Но они хотят, чтобы больше людей могли использовать биткоин, поэтому они поддерживают масштабируемость. В этом нет ничего плохого. Но с точки зрения основной команды, они думают, что команда BayU уже уничтожила огромные преимущества биткоина, а теперь они даже хотят заменить команду Core в качестве новых преемников. Это неприемлемо для команды Core. Другие подвержены тем же мыслям, если носят кроссовки команды Core. Все мы люди. Фактически, BayU не предложили ничего конкретного насчет того, как привлечь биткоин в финансовую отрасль. Им просто нужно, чтобы больше людей пользовались им. Каждый, пожалуйста, приходите и пользуйтесь им. Биткоин хорош. Чем больше людей его используют, тем выше будет цена, потому что количество биткоинов ограничено. На этом они много зарабатывают. Я думаю, что большинство людей только об этом и думает. Поэтому я бы сказал, что я поддерживаю Core как группу, потому что я не думаю, что эта группа действительно оказывает влияние. Потому что я поддерживаю код биткоина таким, как он выглядит сегодня. Я поддерживаю видение SegWit, потому что я думаю, что это хороший способ масштабировать биткоин. Но если основное программное обеспечение будет падать каждый раз, когда я пытаюсь его использовать, что, собственно, и происходило с биткоинами неограниченных узлов недавно, поэтому я не поддержал это ядро. Если проблема масштабируемости не сможет быть решена в долгосрочной перспективе, то за это время у альткоинов появятся преимущества. В этой ситуации альткоины получат больше внимания. Они могут даже превзойти биткоин. Это может произойти в будущем, но сейчас еще рано загадывать. Обе стороны находятся в тупике. Это также показывает характер децентрализации биткоина. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или пользователем, у вас недостаточно полномочий для определения будущего биткоина. Но тогда децентрализация – это хорошо или плохо? Сколько людей, столько и мнений. У меня действительно не так много слов для дебатов или мнения о том, какую из сторон я бы предпочел. Я просто думаю, что мы только вредим себе и не можем сплотиться. Откуда берется базовая стоимость биткоина? Это признание долгосрочной ценности от всех держателей биткоинов. Обычные пользователи, как мы, просто используют биткоин для ежедневных трат. Мы не заботимся о спорах о технологиях и направлениях. Однажды вы погубите биткоин, но мы все равно должны его использовать. Когда вы спорите друг с другом, вы считаетесь с нами, обычными пользователями. Мы рассматриваем биткоин как деньги, как валюту и в качестве способа оплаты. Эта ситуация очень разочаровывает. последние несколько десятилетий это триумф либерализма. Либерализм, который привнес Сатоше, может быть на один уровень выше, чем общее понимание либерализма. Фактически нет ни одной организации или нет ни одного управляющего этой биткоин системой. И тем не менее, она работает гладко в течение многих лет. Это потрясающе. За последние восемь лет он сформировал очень большую платежную сеть. Его ценность в основном исходит от людей, которые его используют и признают. За последние несколько лет такие страны, как Зимбабве и Венесуэла напечатали слишком много денег. Это привело к увлечению биткоином среди их граждан. Биткоин – это зеркало. Он отражает все грязные и несчастные дела, которыми занимаются суверенные государства. Это его наиболее значимый смысл. Думаю, в будущем биткоин будет глобальным активом, как золото. Существует спрос, который нельзя избежать или подавить. Поэтому, я думаю, это сильно повлияет на глобальную экономическую географию. А в будущем мы должны осознать от технологии до движения к бизнес-логике. Кроме того, мы должны правильно его использовать. Когда Lightning Network биткоина в будущем будет развиваться, биткоин будет лучше применяться к чему-то вроде программного обеспечения для программного обеспечения или платежам от машины к машине. Биткоин станет свободной валютной системой, что может сделать наш мир лучше. Биткоин – лучшие деньги. Я думаю, что биткоин может дать новую возможность людям, которые хотят быть финансово независимыми. Биткоин дает вдохновение всему человеческому обществу. Это большой социальный эксперимент, и он может потерпеть неудачу. Если биткоин исчезнет когда-нибудь, независимо от того, сколько лет я упорно участвую в эксперименте, я считаю, что опыт, который я получил от этой революции, будет достаточным для меня и достаточным для использования в моей будущей карьере. Биткоин будет жить еще долгое время, но он будет колебаться. Может быть, он не будет самым большим в какой-то момент, но он все равно будет там. Я и моя подруга планируют в один прекрасный день купить за биткоины судно. Так что я думаю, это будет здорово. 1 апреля 2017 года правительство Японии узаконило биткоин в качестве официального платежного средства. 27 июля 2017 года основатель БТЦ был арестован за многочисленные экономические преступления. Его также обвинили в беспрецедентной краже биткоинов на 2,21 млрд долларов. 1 августа 2017 года биткоин-блокчейн был раздвоен, случился хардфорк и появился биткоин-кэш. 14 августа 2017 года цена биткоина достигла 4 тысяч долларов США. 4 сентября 2017 года вышло уведомление о предотвращении рисков, связанных с ICO, выданное Народным банком Китая, управлением Центральной ведущей группы по вопросам киберпространства, Министерством промышленности и информационных технологий, Государственной администрации промышленности и торговли, Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг и Комиссии по страховому регулированию Китая. «Деньги – это самая универсальная и эффективная система взаимного доверия, когда-либо созданная людьми» – Юваль Ной Харри. Перевел и озвучил Михаил Каплунов специально для YouTube-канала Блокчейности.